Давайте от доходов и шагнем. Доходы в Альте планируются четырьмя составляющими. Объем реализации в натуралисима, в натуральных измерителях, тонна, штука, километра, единицы, услуга, умноженная на цену этого натурального показателя, получаем доход от продаж, ну выручку, иначе говоря. Это классика, это классика. Причем, видите, от продаж действительно мы начинаем, от самого главного, то есть к чему мы должны прийти, то есть предприниматель чаще всего рассуждает позициями оборота, какой у меня оборот будет. Не путайте, правда, с обороткой, иногда еще используют такое понятие оборотка, предприниматели многие считают, что оборотка это, ну грубо говоря, сколько у него денег должно быть в обороте, ну или остаток там денежный, например, да, или вряд ли он считает как бухгалтер оборотные средства, то есть деньги, долги, материалы, сырье, НДС, ну вот у нас раздел оборот немножко другой, да, поэтому здесь терминологически тоже сверят. Еще есть одна вещь здесь, это 688 блок, это план реализации, план реализации хороший раздел, можно поступить двумя путями при планировании объема реализации, можно сразу сюда забивать цифры, а можно поставить вот сюда в план реализации номинальный объем годовой или ежемесячный, а сюда вставлять сезонность процентов. И играя этими цифрами сезонности мы получаем натуралисимо. К примеру, допустим, ну не знаю, что у нас здесь будет товаром, и вот кстати говоря, вот как здесь укажешь, вот здесь голубеньким товар услуга и товар, да, так оно и будет в дальнейшем. То есть мы меняем здесь в одном месте только услуга или товар. Вот здесь можно в этой ячейке применять, протянуть, в следующих протянуть нельзя. И я объясню почему, не надо этого делать. Так, вот я меняю допустим там услуга номер один, услуга номер два. Что у нас будет услугой номер один в нашем глэмпинге? Ну, да, а с точки зрения как нам эту услугу измерять, что это у нас будет? Ночёпка, да, то есть это, ну как это, не койка места, а одна ночёпка, да, одна ночёпка в одном модуле глэмпинга, да. Не будем же уже в койку, блин, у меня сегодня экран здесь пропал. Так, ладно, вот, допустим, проживание ночей, да, или суток. Как мы с вами будем, ночами или сутками? Без разницы, да. Второй услугой, что у нас с вами будет, с чего зарабатывает глэмпиньера. Кемпинги и гостинцы, еда, поспать, поесть и удовольствие. Хлеба, зрелищ и… а? Зрелищ. 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 Как это, формулу хлеба и зрелищ, да? А, или, как это говорят, тётенька, дайте попить, а то как есть хочется, аж переночевать нельзя. Вот это у нас с вами формула туризма. Где-то у меня написано, что входит во внутренний туризм, я вам потом скажу, чтоб вы тоже ориентировались, да? Питание. Ну, допустим, кейтеринг, да? Мы же не будем сами готовить, наверное. Кейтеринг средних чеков, да? Средних чеков. Так ведь? Как мы будем планировать? Не будем же мы блюда сюда забивать. Тем более те, которые не сами готовим. Услугу оказывают в кейтеринге кто? Мы? А нам она услугу какую оказывает или мы какую услугу оказываем? Мы предоставляем поляну, да? То есть мы им даём клиента, кормить. Ну, наверное, чтоб нам было интересно, да? Но это, кстати, не всегда. Иногда мы говорим, у нас, пожалуйста, с питанием. Вам будет предоставлено питание, да? То есть мы как? Мы можем включить это в стоимость ночёвки, завтрак входит. Почему все командировочные включают завтраки в ночёвки? Не задавались вопросы? Ну, как касательно надёжных ценностей, а у нас в милозавтраке, да? По-другому спрошу. Речь не в том, что почему они включают именно завтрак и не включают обед или ужин. Кто? Отелью. Цинично говоря, отелю без разницы, кто им заплатит за завтрак. Почему командировочные просят включить в счёт ночёвку завтрак? Чтобы заплатил тот, кто платит ему командировочные. Потому что суточные отдельно ему заплатят. А если завтрак входит в ночёвку, то это ему оплатят как ночёвку. Ну, то есть фактически он за завтрак два раза возьмёт с того, кто его отправляет на командировку. Ну, такая вот, как бы, как назвать-то, лёгкая разводила у работодателя, но с этим уже вся Россия работает. То есть уже никого не удивишь о том, что завтрак включил в ночёвку. Ну, и фиг ты с ним, что называется, да? Ну, может. Может. Ну, ты знаешь, мне кажется, вопрос суточных, он, ну, как бы, такой очень регулируемый. Работодатели иногда устанавливают размер суточных на конкретные города. Ну, то есть, например, Москва – это отдельная же тема, да? То есть столица – это отдельная тема, а в районе – это вообще отдельная тема. То есть не уверен я, что у работодателя есть шкала суточных расходов на туда, куда бы он не отправил. Она у него есть, наверное, по часто, ну, часто посещаемым местам. То есть если он в одно и то же место регулярно отправляет командированный свадь, да? У него, наверное, есть какой-то тариф. А в остальном, наверное, мы просто прикажем за сколько бы отточных людей, да? Ладно. Так. Значит, поэтому мы можем включить еду в стоимость проживания и потом отдать эту сумму за вычетом своих комиссионных или без вычета комиссионных. Тейф перенгу, да? Тому, кто оказывает. А можем просто сказать, вот у нас цена без ночевки, а еда отдельно. Но не брать никакую комиссию с того, кто оказывает услугу. По той простой причине, что мы в районе как работаем в паре. То есть если наших не будут кормить, они, скорее всего, надолго-то у нас и не останутся. То есть, в принципе, залог как бы комплекса услуги. Но, в принципе, не всегда нужны комиссионные какие-то сообщепиты. Ничего не там, какой заработок вообще питает. Это же вряд ли ресторан. Но максимум наценка за то, что это привозят и горячим как бы, да, подают. А так-то я не думаю, что это сильно дорого. К тому же, скорее всего, это в пакетиках, коробочках с пластиковой тарой. Могут наценку делать. Тут, наверное, как договоришься и как принято. Но на самом деле это сложно. Очень сложно делать такую наценку. Сколько людей, столько и вкусов. Не готовы? Полуфабрикаты? Готовую еду, наверное, привозят полуфабрикаты. Ну, например, замаринованный шашлык, да, или какие-нибудь там, ну, котлеты, беточки, там, мясо там готовое, да. Ну, не готовое, а, как это сказать-то. А потом уже делают шашлыки-машлыки, котлеты-матлеты, эти, как его, как называются, купаты и все такое прочее, да. Ну, что, чем там можно кормить? Вообще, на самом деле, по-разному можно кормить. Смотря, какого уровня у вас заведений. Если у вас заведение 5 звезд вот с таким чеком, то вряд ли вы обойдетесь столовской едой. Там, скорее всего, извините, у меня будет очень серьезный заказ по еде. Тот, кто платит деньги за такие номера, ему, скорее всего, подай пиццу с морепродуктами или что-нибудь в этом роде, да? Шведка? В кемпинге? Наверное, не слышал, хотя, может быть. Ты бы собралась все как-то на шведку ездить? Хотя… А куда? Куда? То есть какое-то надо место, да, для шведского стола? Какая-то отдельная палатка под названием «Шведская палатка», да? Ну, это, наверное, в месяц и в месяц. Ну, да. Ну, да. Вот, мне кажется, при такой цене номеров у них там не только санулим. У них, наверное, какая-нибудь там, наверное, мини-кухни есть. Хотя, как сказать, те, кто платит дорого, вряд ли они рассчитаны на то, что они сами готовят, да? Наверное, они хотят, чтобы их обслуживали, облизывали, да? Вплоть. Хорошо. Значит, кейтеринг как услуга мы планируем в том случае, если либо мы с этого что-то получаем, либо делаем наценку, либо комиссионные, да, как бы себе какие-то там посчитать. Как мы в нашем случае предпринимем? Как мы сделаем? Что нам тут? Какие варианты предлагаете? Какой у нас будет? Главное. Наценка. Наценка. Наценка, 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 наценка. Ну, то есть, как ты сделаешь, кстати говоря, наценку? Да, потому что мы переводим в полную комплекцию. Да. Так. Да. Это уже не наценка. Александр, это же готовка. Ты же блюда, блюда дает готовое. Покупай полупубликации, фактически уже сама занимаешься общей типом. Это уже не наценка. Наценка, если тебе кто-то приводит готовую продукцию, но прайс у тебя отдельно для них свой, а для клиента отдельный. Вот тогда наценка, да. То есть ты, клиент, озвучиваешь свой прайс? Да. Как мы решим, так и будем. Как? Сомневаюсь. Да. Даже вот здесь внизу догревают в комнате, чтобы занести в зал. Ну что-то да. Скорее всего у нас будет либо готовка из полуфабрикатов, например, овощей и фруктов. Какой-то набор закупается из того, что можно поставить на стол. Какие-то вещи типа мяса и рыбы, скорее всего, будут готовиться. Раз это глэмпинг, скорее всего, там будет гриль. Значит, мы, скорее всего, за гриль. Ну, наверное, как это будет происходить? Наверное, какой-то предзаказ. Уважаемые, вы сегодня что хотите на ужин и на обед? Варианты. Курица, рыба, мясо. Да. И они говорят, вот все, так вези нам столько-то шашлыков, вези нам столько-то это, еще предпочтений могут быть. Кому-то свиньему подавай, кому-то говядину, кому-то халяй, кому-то нет, кому-то там еще чего-то, да. То есть здесь вот, как бы, такой момент. Вот. Либо собирать предзаказы и их исполнять, да. Тогда, в принципе, люди, ну, ну, как сказать, предзаказы в определенных границах, да. Ну, скажешь, там, человек, хочу сама. Один, да. Что-то такое. То есть надо предлагать какие-то варианты меню, да. И комбинацию, да. Ну, что-то вот такое, да. Вот. Ну и гриль, понятно, уже. Там собрались, поехали в город, там, привезли что-то и приготовили на гриле. Да. Без? Без общительного. Ну, давайте, знаете, как делаем? Тогда, значит, получается услуга, сами хотят что-то делать, но ничего с них не берем и не контролируем. То есть за питание отвечают вообще они. Здесь же... Может быть, в моем разе, как бы, какого-то нового мгновения, слава, у нас входит, там будет, и они просто туда заходят, паят, и потом они сами выбирают. Или вот эти автоматы, ты поставишь, а не важно? Вейтинговые автоматы? А что это через автоматы продаж? Кроме... Чипсы взять. Кроме сока, снеков, чипсов и всякого сухпая. Мне кажется, это издевательство на... Там люди взыскательные, скорее всего. Я бы, знаете, что оставил? Я бы оставил услугу гриля. Вот гриль – хорошая услуга. Кстати говоря, мне сказали, что кем-то сокольники в Москве в основном зарабатывают не с машинами, а с грилем. Гриль, пиво, напитки, в том числе, алкогольные или слабоалкогольные, да, и гриль. Вот это основные статьи заработка. Потому что с машины места много не возьмешь. Оно как бы ограничивается количеством того, что им нужно. Воду залить, слить электричество. Ты не можешь регулировать цены от 1000 до 8000 на вот эти услуги, потому что они, в принципе, муниципальные, конечные. То есть у них задача как раз заманить на допуслуги больше. Тоже вопрос, кто у нас торгует барной продукцией, да. Кто у нас торгует, опять же, чем? Ну, явно ты не будешь там разливным пивом торговать, потому что здесь тоже могут найтись люди очень взыскательные. Либо у тебя будет крафт, например. То есть либо у тебя будет холодильник с барным пивом, либо у тебя будет какая-то пивоварная, что я очень сильно на налог платится, и кассовый аппарат отдельно ведется, и дата-матрикс-коды, и акцизный сбор, и полный эгоист там по алкогольной продукции, там все очень серьезно. По сути, наверное, то есть мы либо лезем в непрофильной себе как бы вещь, да, либо мы здесь вопрос передачи ответственности, да. Вот кто за что отвечает. Если мы говорим, приходите на нашу поляну, продавайте им там пиво или что, и вы отвечаете полностью за сохранность и все такое прочее, да. Мы, например, там, ну, гриль, доход для услуги. Я бы оставил его туда. Потому что это несложно держать мангальщика и держать гриль-газ или гриль-сковорода. Как раз гриль поставили, там мы… Ну, чтобы сами делали, что ли? Да. Ну, ты тогда максимум, что им продашь, это аренда мангалов. Да. Я тебе имею ввиду брать с них цену за гриль готового изделия, готового продукта. То есть ты им готовишь рыбу, мясо, конкретную, это очень серьезные цены. Там, я думаю, и 5-10 тысяч спокойно стоит блюдо. Там, не знаю, пожарьте мне форель. Все, мы метнули за форелью и пожарили, десяточку догнали. Нужен, нужен какой-то мангальщик, да. Нужен мангальщик какой-то. Ну, скажем, идеальный вариант совместить мангальщика с охранником или с кем-нибудь. С администратором вряд ли нельзя. Он должен, как бы, ну, вопросы там какие-то решать, да? А это получится? А? А это поток поток на гриль? Ну, большой поток на гриль. Ты всегда, наверное, как-то должна разруливать, да. То есть если тебе все одновременно в 6 часов закажут там это, то мангальщик, скорее всего, застрелится, да. Вот поэтому, скорее всего, там распределяется какое-то время. Ну, вот, например, даже в большом отеле едешь смены еды. У вас СПО, у вас СПО. За исключением шведского стола. И то в шведском столе там, ну, как бы, напрягает очень персонал. Потому что постоянно что-то кончается. А на гриль точно, раз он имеет срок приготовления от 10 до, допустим, там 40 минут, да, то там разграничение повредит. Я могу вам предложить гриль рыбы, да, с 16.30 до 17. Устраивать там устраивать. Потому что в 17 я уже готовлю мясо там для кого-то. Нормально, в принципе, как бы вещи. люди заранее планируют свое питание и как вперед, да. Давайте тогда, значит, оставим как услугу кейтеринг питания, там, ну, не знаю, как мы хотим. И оставим, так, услуга гриль, да. Так, а вот это нас, наверное, не интересует, что там, как бы, они поставляют, да, и чего там, чего там. Так, здесь пишу единиц в сутки, например, да. В гостинице многие, кстати, переходят на такое понятие, как в сутки. У них есть часы заезда, есть часы выезда. До 12 там заезд, или там, а, после 12 заезд и до 12 будет, к примеру. Ну, с учетом того, что добраться. Заезд на 10? А, а со скольки? Обычно бывает ограничено, со скольки можно заехать. Часто, бывает, туристы приходят и сидят в отеле, которые ожидают времени начала заезда, потому что, после того, как… Да кто ж к тебе приедет с 10 до 12? Ты прямо каких-то дисциплинированных людей ждешь. Тебе приедут мажорики, да, кинут там машину, скажем, мы это хотим заселяться. Смотри, у тебя единственное, что это тебя ограничивает, тебе надо дать время уборщице, да, убрать номер после того, как человек сверху. Что обычно происходит? Люди съезжают позднее положенного срока и пытаются либо качать права либо договариваться. Ну да, я еще там час, ну как-то поживу, да. И бывают те, которые приезжают раньше срока. И вот эту толпу, вот это все неуправляемое, надо как-то регулировать, да. Поэтому жестко устанавливается правило заезд с такого-то часа, а потом, пожалуйста, заезжайте во сколько хотите, хоть в 12 ночи приезжайте. Номер под вас будет готов. А вот выезд до такого срока и не позднее там, а надо убраться перед следующим гостем, да. Наверное, как-то так. В хостеле, по-моему, тоже самое, в гостинице тоже самое, наверное. И вот здесь, наверное, тоже самое. Немножко попроще, конечно, приводить, но все равно какие-то правила должны быть. Потому что если нет правил, значит, бардак точно. И потом не все люди воспитанные. Так. Значит, сутки. И, ну, допустим, там помечаем, давайте себе как-то поверьте, пометим, да. Мы же все-таки правильно собрались, да. Фиксация времени заезда в правилах, да, в правилах внутреннего, а у нас должны быть с вами правила, да. Вот. Причем вот эти самые правила, жизнь подсказывает, что надо делать как оферту. То есть эта вещь должна быть написана на заборе. Потому что, если ваш клиент не ознакомился, ну, в смысле, если вы не создали условия для того, чтобы фиксировался факт ознакомления, ну, к примеру, заказывая у нас брони палатки, вы подтверждаете ознакомление с нашей оферты, с нашими правилами. Все. Он не обойдет. Потому что, если вдруг найдут мушвые и личики подготовленные начнут качать права, то должна быть какая-то речь, что он ознакомлен с правилами, а раз он ознакомлен, если обязуется соблюдать. Ну, то есть в последнее время, кстати, да, кто занимается сельским внутренним туризмом, они еще пытаются себя обезопасить следующим образом. Самая большая проблема, которую может ожидать того, кто принимает туристов, это отравление какие-нибудь или болезни, не дай бог, да. Я уже не говорю про эпидемию и там чего-то, но там по тройнице. Поэтому есть такие, ну, по крайней мере, мы клиентам советуем, есть такие бумажки. Кто-нибудь нырял когда-нибудь с аквалангами или это? Вот кто нырялся к аквалангам, он подписан в такую бумажку. Мне один раз пришлось, что ты сознаешь все, несешь ответственность за все, если что, ты сам дурак. Ну, если так кратко. Ты предупрежден, что должен был нас предупредить и сам тормознуться, если у тебя есть какие-то болезни, и если ты утонул, то мы в этом не минуем. Вот вообще как бы смысл в боли, да. Вот поэтому мы рекомендуем клиентам подписывать. Мы рекомендуем вам пользоваться, например, только услугами кейстеринга, доставки питания сюда. Но мы не запрещаем вам есть местную еду, пойти к тете Маше, она вам приготовит гуся или дядя Петя, он у вас находит местной самогонкой или там, не знаю, вы сделаете беляш или кулебяку, смотря куда вы приехали, в такую деревню там с этим. Но всю ответственность за, ну, мы не несем ответственности за качество еды. То есть вы на свой страх и риск сами пользуетесь этим. То есть вообще пить вот, наверное, важны вот такие вот вещи, да. Мы еще в свое время обнаружили, что есть такая очень интересная вещь, ну, например, вот доставка питания в больнице, да. А те, кто лежат там и лечатся, они защищенные государством люди. Нельзя продавать еду больным. Никак. Там прям вот все регламентировано. Но продавать пирожки врачам можно. Это бесправная категория и как бы пофигу. Поэтому всегда приходят Петя и Маша, девочки, девочки, кому треугольники там горячие там или что-то в этом роде, да. То же самое там в торговле, да. Клиенту вроде как, ну, нельзя продать, там все регламентировано, а работник консервовый слух может. Вот. И здесь то же самое. Самое главное – снять с себя ответственность за возможные там чего-то, потому что у всех организм разный. Самое элементарное, что происходит в деревне с людьми, как вы думаете, горожанами приезжают в деревню, что у них происходит? А? Чем? Молос. Ну да. Понос. Потому что люди, извините меня, не привыкли к жирности крестьянского молока из-под коровы. Они пьют разбавуху несколько лет. И первое, что у них происходит – отравление могольским жиром. Потому что они – ой, дай-ка я сейчас молочко там, и все такое прочее. Вот. Самое главное, чтобы эти самые люди не предъявляли никаких претензий потом. Ну потому что, как вам сказать, мы сейчас все какие-то горожане очень инфантильные, очень странные, но очень берегущие свои права. То есть мы башкой не думаем о том, что может произойти, но жаловаться. Блин, вот все, во все соцсети напишу, во все прокуратуры напишу. А казалось бы, во-первых, все можно на уровне воспитания и вообще не отрегулировать. И вот от таких приходится страховаться. Я не знаю, слышали или не слышали, а во Франции одна дама подала иск в суд на петушины вопли по утрам. Она приехала в отель, слышала, да, она приехала в отель и потом подала иск в суд за то, что ее петух разбудил. Возникает вопрос. В России эта ситуация довольно странная, наверное, и редкая. То есть сказали бы, ты сама дура, о чем думала? Ты едешь в деревню, здесь мало того, что петухи, только к тебе может коза подбежать, собака покусать и все такое прочее. Ты знала, куда ты ехала. Но, тем не менее, власти Франции рассматривают эти обращения от этих чокнутых людей на полном серьезе в Гаазии и все такое прочее. И они вместо того, чтобы, как там бывали решения такие, что запретить петушиный крик, а запретить сельчанам держать петухов, потому что это мешает отелям. Представляешь, что бывало даже такое. И только последний раз решили петушиный крик занести в национальное достояние Франции, что типа нельзя это делать. Вообще это бред. У нас сейчас мир такой, что мир сошел с ума. Но, к сожалению, от таких приходится страховаться. Может быть все, что угодно. И самое главное, он регулирует все на месте, чтобы этот человек или женщина не вопило. И самое главное, удостоверить, что она потом может прийти уехать, а потом начать заяву писать. Везде и повсюду. И с такими, во-первых, из области чистой психологии максимально обходительно, как с ребенком, малолетним или с психом. А во-вторых, надо взять все виды расписок о том, что никто ни в чем не виноват. Если расписку с такими не взяли, я уже не говорю про чаты и соцсети, где это потом все... Представляете, что такое репутация для отеля? Хуже нет, чем отмываться от того, в чем не виноват. И даже если отмываться от того, что виноват. Это дурацкая ситуация, поэтому здесь надо страховаться. Ладно, мы, значит, здесь пишем, что у нас есть правила внутреннего трудового распорядка. Они у нас на заборе. Они у нас на каждой палатке. Внутри палатки, в чехольчике, напоминалка. Они у нас расписываются при въезде. И они у нас лежат на всех наших социальных сетях, как оператор или на сайте. В соцсетях могут не лежать, но там, скажем, вы, заказывая у нас бронь через Инстаграм, ВКонтакте или чего-нибудь, чего-нибудь, там ТикТок, соглашайтесь с условиями оля, прочитайте галочку и на сайте все вперед. Вы не сможете перейти дальше, не нажав кнопку «Принять». Айтишники сейчас делают такие галочки или там, согласитесь, какие вещи сейчас легко делают. Самое главное, что я хотел довести, должны быть обязательно правила. Без правил можно вообще остаться без кем-то. или, ну, как бы, без чего-то. Самое хуже, что может произойти. Так, распорядка времени, да? Как минимум, да? Времени заезда, выезда. Это минимум. Так, теперь, значит, здесь я пишу чеков, да? Если я вот так напишу, понятно будет? Наверное, понятно, да? Или просто чеков. И здесь помечаю обязательно то, о чем мы с вами договорились, чтобы и потом вспомнить кейтеринг. Там, не знаю, субподрядчики, сами, не знаю, без наценки. Что еще? Ну, взаимоотношения напрямую у них, как бы, да? Ответственность минсиум. Что-то надо вот такое вот написать, чтобы мы поняли, как именно мы оказываем эту услугу, что услуга оказывается не нами. И, там... Так. Вот сюда я поставил блюд. Я думаю, что надо свести не к тому, что... А пожарьте-ка мне сорти там чего-то, чего-то. Мне кажется, надо свести к простым блюдам. Курица, рыба, мясо. Там рыба такая-такая-такая-такая-то. Дорада, Сиба, там, или что-то вроде что обычно в ресторанах подавить, да? Парень там, или кому-то чего-то. Вот, морепродукты, возможно, какие-то. Ну, несколько видов мяса. Баранина, говядина, свинина, ну, и какие-то еще вариации, да? Причем блюд и пишу по предзаказу. По предзаказу. 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 Например, когда можно собирать предзаказы? Утром. Наверное, утром? На вечер, да? То есть, как бы вечером. Иногда даже делается так... Вечером на обед, да? Здесь надо еще понять, скольки разовы у нас питания. Потому что, извините, пять тысяч в ночь – это практически санаторий. Здесь должно быть, наверное, четырехразовое питание какое-нибудь, да? Или что-нибудь в этом роде. Поэтому, мне кажется, кейтеринг мы здесь все-таки... Ну, не то, что кейтеринг. Кейтеринг – это нормально. Надо понять, как он оказывается, да? То есть, что мы там делаем. Когда... Кто-то ведь приезжает в кейтеринг-гейтеринг, чтобы поесть, не знаю, еды, изготовленные в котелке на костре. Есть такой нюанс? Есть. Ну, как бы это тоже, ну, это как бы опасно, да? Но, кто-то, например... Блин, я уже есть захотел. Такие вещи мы с вами рассматриваем. Кто-то захотел там муку, да? Кто-то захотел похлебку, кто-то харчел там чего. Ну, в принципе, такие вещи можно готовить. И они, на самом деле, вкусны. Вот как ни крути, они в любом случае вкуснее, чем дома на плите. Потому что это открытый огонь, на дровах и все-таки прочее, да? То есть, в принципе, можно готовить, да? А давайте мы еще одну услугу, наверное, добавим. Ну, горячее, наверное, какое-то питание, да? Мы же можем каши делать, мы можем варить картошку, крупы можем варить, можем варить супы какие-то. Это кейтеринг. Будем считать, что входит туда, в кейтеринг, они сами там как-то заказывают, да? Не заморачиваемся, да? Ладно. Тогда, значит... Ну, формально говоря, мы все равно ведь грей... Кстати говоря, знаете еще что, ребята? Еще есть одна хорошая вещь – копчение. Есть гриф, который на углях, на открытом огне, да? Вот в этих самых грифах, да? А есть еще копчение. То есть, ну вот, например, мы можем закоптить там для вас рыбу или окра какой-нибудь. Ну да. Да? Но с другой стороны, ну как бы... Можно, например, когда они заедут, а вы не хотите там послезавтра? Слушай, ну смотря что... У меня здесь коптит рыбу за полтора часа. Копти ее без доступа воздуха на пилках. Это, на самом деле, ну, не так долго. То есть, это как гриль. Естественно. А это заплаты дополнительные? Ты знаешь, это копейки. Самогонный аппарат непромышленного изготовления стоит недорого. Гриль непромышленного изготовления тоже стоит все время недорого. Да даже если купморскую посуду взять, она, ну, как бы, ну, 15 лет, да? А свалить, на самом деле, мангал или гриль, или коптильню можно гораздо дешевле. Умельца есть. Так, вот, а значит здесь, 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 здесь. Ну да, наверное, средних чеков. Не будем мы заморачиваться до блюд. Давайте я просто, как бы, откорректирую в том, что... Так, горячее котловое напишу. Потому что, ну, или, или еда из ресторана, кстати, нисколько не, как бы, не упускает такой момент, запросто может быть еда из ресторана. По заказу там, да, допустим. Все зависит от того, в какой глуши мы с вами находимся, да? И насколько развит общепит близлежащий. Потому что я, честно говоря, не был ни разу ни в одном галактике, я вообще пока не понимаю этот формат. Но предполагаю, что вот как держат здесь хороший ресторан и своего шеф-повара какого-то, знаешь, ну вот такого, не исключено, что в дорогих форматах там может быть даже и какой-то шеф-повар. Посмотрим. Там или там, или свой шеф, да? Вот. Потому что это от модели зависит, да? От модели. Вот мы, кстати, с вами сейчас чем занимаемся? Мы обсуждаем очень важную вещь – бизнес-модель. Мы, казалось бы, доходы тут планируем, да? Но на самом деле мы с вами делаем бизнес-модель. То есть какие услуги мы оказываем, какие не оказываем, какие оказываем собственным штатам, какие берем на аутсорс. Очень важная вещь, не определившись с бизнес-моделью, вообще бесполезно приступать к чему-то остальному. Бизнес-модель самая важная. Она определяет. Если вы меняете что-то в бизнес-модели, вообще все плывет. Вот вообще все. Даже элементарно вот, например, да, с едой без, с копчением или без. Все меняется. Потому что от бизнес-модели идут источники дохода, правда? От источника дохода идут ресурсы, которыми мы должны располагать. Значит, расходы. Это каждая статья, которую мы с вами набрасываем, и то мы укрупняем, да? Она тянет за собой доходы и расходы, поэтому мы бизнес-модель меняем. Так, что еще мы с вами, какую услугу добавим? Она не входит сюда? Я думаю, что за такие деньги мы должны предоставить чистое, комфортное, светящееся зеркально отполированное помещение. А сколько стоит? А сколько стоит? Да, 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 да. Четыре-пять тысяч, вот те самые, которые у нас в исходных данных торчем. Причем, значит, вот мы сейчас в исходные данные с вами ничего этого не забили, а по-хорошему нам надо будет в какой-то момент внести исходные данные. Вот то, что мы сейчас с вами говорим. Ну, можно так, можно так. Ну, видишь, мы здесь как бы начали. Просто перенесем туда, да? Так, что мы добавляем сюда еще? Кстати, добавить еще один пункт бизнес-модель и доходы можно вот так. Причем, в зависимости от того, куда я поставлю курсор, он копию этой бизнес-модели и создаст. Если я поставлю курсор сюда, он, по-моему, между второй и третий добавит. А сейчас мы проверим. Да? Там же. Добавит услугу два с половиной, так называемую, да? У нас же нету между двумя и тремя. Давайте проверим. Вот, колесики, да? Все? Да, да, да. Быстро он сделал, у нас пока модель поставить, да? Он добавил услугу в промежуток. Давайте я ее удалю. И делаю правильно. Добавляю услугу к третьему. Какую услугу, как назовем? Что у нас? Ну-ка, сейчас я вам покажу все-таки, извините меня. Вот, мы стали писать, что такое формула внутреннего, включая сельского туризма, там хлеба и зрелища. Размещение, мы с вами запланировали, да? Общепит, в том числе гастрономические туры, гастрономический туризм. Пока недооценен, он набирает сумасшедшие обороты и скоро выйдет на такой уровень. Уже пошли гастрономические туры. Ну, как бы все же знают, наверное, что такое кавказская кухня, да? Потому что этот бренд наслухнул. Есть гастрономический тур, там, за Кавказ, за настоящим, там, не знаю, шашлыком из молодого барашка, да? Тем более, что каждый народ, сто процентов каждой территории, может похвастаться своими кулинарными. Опять мы проедем, да? Ладно, короче, это недооцененный вид, он скоро будет просто, ну, как бы как ураган. То есть пожить, это не проблема. Пожить в красивом месте, это прикольно, но кушать-то... Ну, как бы да, да. Мне рассказывали, в Индии есть такие маршруты, маршруты на много дней. Я даже спрашивал, сколько, даже дней в сорок, что в течение этих сорока дней будут кормить блюдом, каждый из которых не повторяется. То есть вот сколько ты там будешь, будут давать такие блюда и повторений не будет. То есть, ну, там, едут туда не за тем, чтобы с утра яичко, бутерброд, кашку и там облитик или сок, как обычно, да? В обед там что-то. То есть вот, там есть такие в том числе вещи. В любом народе аутентичность, гастрономия, кухня, кухня. Так, ладно, чуть-чуть проговорили, мы убежим от этой темы. Дальше. Вот. А вообще, еще одну вещь вам скажу. Ну, туризм многие специалисты определяют как маркетинговую деятельность для продвижения продукции, товаров и услуг местного производства. То есть туризм – это креативная деятельность, это зазывание, это продвижение, это маркетинг, да? А цель только одна – чтобы, приехав на территорию, турист купил местные услуги, продукцию, товары. Вот другой цель у туризма как бы нет. То есть создаются такие впечатления, при которых ему прикольно покупать. Более того, замечено, при туризме люди тратят гораздо в разы больше, чем тратят аналогично у себя. То есть здесь мы как бы работаем, мы же отдыхать же, поехать, чем мы не можем себе позволить. И вот эта формула психологическая, она заставляет туристов поставлять гораздо больше денег. То есть, ну скажем, здесь, например, мы не пьем свежевыжатые стоки, а там обязательно. Я уж не говорю про кальяны какие-нибудь или что. Люди приводят кальяны из Курции, купили, зачем? Кладутся к себе в шкаф, они там пылятся годами, они там никогда их не курят. Ну вот настроение было. Он сам не может, из области иррационально, он сам не может объяснить этот поступок. Ну вот, ну кальянщик был прикольный мужчина, ну блин, взял и купил ее. Тем более, такие копейки, ну дай возьму, да? Вот. Поэтому… Что ты говоришь? Техология. Техология? Техология. Техология. Поэтому вот это в хорошем смысле разводило его в туризме, да? То есть оно, как бы, это все деятельность по созданию впечатлений, созданию вот этого, как бы, отдыха, иллюзии приятных покупок. Ну, это настроение. То есть, по сути, это все индустрии впечатлений. Если вы немножко смотрели в маркетинг, как у нас эволюция вот этих индустрий, сперва, допустим, там была индустрия товара. Мы сейчас застряли в индустрии услуг, товар, переходящий в услугу, да? То есть у нас не проблема, как бы, что-то достать, у нас дефицита, как бы, нет сейчас ничего, да? У нас проблема, наоборот, в том, как нам этот товар подал, то есть где мы его взяли, кто нам привез, какое было лицо при этом у человека, который привез, да? То есть, как мы, в самообслуживание это взяли, или там, ну, там, нам кто-то специально доставил, да? То есть доставка там продуктов и те же самые, да? Вот, мы застряли где-то в переходящей из индустрии товара и продукции. Мир давно уже шагнул из индустрии услуг в индустрии впечатлений. Особенно это в туристическом секторе. То есть там конкретно индустрии впечатлений, да? Так, теперь, вот этот тренд туризма, тоже недооцененный, огромный. Видно? Угу. А где же есть такие вот целебные волосы? Ты знаешь, вот здесь, вот здесь происходит одна интересная вещь. То, что, вот то, что происходит, это вообще не обязательно оздоровление. Ты понимаешь? Это вообще не обязательно оздоровление. Его может и не быть. Вот, да может быть просто, вот, например, смотри, да? Вот, скажем, активный отдых – это иллюзия. Ведь, ну пойми сама, например, да? От того, что ты неделю, находясь на отдыхе, позанималась йогой. В целом для организма это большой эффект. Ну и на копейшину. В любом, как бы, оздоровительной процедуре, здоровом образе жизни, регулярность и системность важна, наверное, да? От того, что ты сходил на два дня в фитнес, там, или там, в чего-то, чего-то, не холодно и не жарко, по большому счету. Организм просто получил стресс, стресс, да? И потом все заболело, и потом опять все на нет сошло. Вот. А здесь, возможно, даже это иллюзия. Например, попить там настоящего, не знаю, там, чая собранного, там, ну и что? Ну да, это вроде оздоровления. Это, на самом деле, просто иллюзия того, что ты приобщаешься, и тебя приобщают к чему-то очень здоровому и полезному. Начинается это просто с выезда за город. Просто со свежим воздухом. Все, уже впечатление. Уже ты приобщился к здоровому образу жизни, да? А если у тебя еще там активный отдых и спорт, там, ну, каждому свое. Кто-то пассивный, там, кому-то активный. Кто-то на пляже лежит, а кто-то в горы лазит, да? Кому-то надо по магазинам пройтись, кому-то надо экскурсию какую-нибудь, да? Кому-то вообще не надо никаких экскурсий. Все же разные были, да? Вот. Поэтому это из области впечатлений, а вот это, скорее, из области иллюзий. Не все же едут, к примеру, в санаторий. А едут, ну, куда-то, где санаторного, там, например, там ничего нет. Но при этом создается иллюзия о том, что ты занимаешься оздоровлением, к примеру. Да даже режим дня соблюдать, если, да, это уже оздоровление. Ладно. Так, это про здоровье, про полезность. Это про активное и всякое там, чего еще, ну и развлечение все даже. Это подзанять мозги, допустим, там, приобщиться к красивому, культурному, к каким-то ценностям, к какому-то наследию, да? То есть какие-то традиции там пощупать, поучаствовать в чем-то, хороводы поводить, не знаю, невесту замку там выдать или, ну, что угодно, да? И это, кстати говоря, вот это. Вот это очень близко традиция обряда к вот этому. Потому что это аутентичность и гастрономия, опять же, да, как ни крути. Вот. Потому что что такое традиция обряда? Как жили, ели, спали, проводили досуг наши предки или предки каких-то других народов. Вот, собственно, вся формула, да? Так, ну и зрелищность какая-то. Она и здесь присутствует в развлечении в скорте, она и в фестивалях, и там, ну, как бы это переклетение какое-то, да? И все остальное и прочее. Вот, это формула, как бы, туризма. Что мы добавляем четвертым пунктом? Какую услугу? А если, кстати, я хотел бы сказать, по поводу Вендио автомата есть, когда алкоголь не сделают. То есть нам компания какая-то, которая собирает этот автомат. Угу. Их собственная. То есть они нам дают себе только клиенту. Идея хорошая. Я, честно говоря, ты видел где-нибудь Вендио автомата по проданию алкоголя? Ну и в России. Вот интересно, как у нас это будет здесь происходить. Дело в том, что, как бы, это сейчас деятельность же подконтрольная. Вендио автомат, он ведь чей-то, да? Как бы, должен быть. Ну, к примеру, а если человек там потравился водкой из Вендио автомата, кому предъявлять претензию? Угу. Чего? Где ты его? Это примерно то же самое по интернету купить. Логично. 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 И вот, кстати говоря, сейчас введение вот этой самой маркировки, когда будет прямое отслеживание продукта с момента его возникновения до поступления потребителя, через все сети дистрибьюрции, все торговые сети, да? Может быть, это станет немножечко проще. Цель введения маркировки – это борьба с контрафактом. Борьба с контрафактом, они ставят знак равенства, борьба с некачественным поддельным товаром. Но, честно говоря, контрафактом – это не всегда некачественный поддельный товар. Ну, или надо доказывать. А девчонки, наверное, иначе думают. Нет? В каких случаях контрафакт и, как это, не лицензионные товары мы допускаем и нормально к этому относимся? В природе эти люди, которые, я думаю, самогон… Самогон. Ну, смотри, во-первых, к самогону понятие контрафакт вообще неприменимо. Контрафакт – это нелегальное производство того, о чем не знает производитель. Под самогон, ну, как бы это по определению аутентичная вещь, она вот где-то там к народным традициям, к здоровью даже где-то, кто-то конкретно бальзам глушит, чтобы оздоровиться там и самогончиком, да? Ну, понятно, что все в определенных этих самых, оно полезно, да? Самое главное – норму знать. А вот что еще? Борьба с самогоноварением государственная, она есть такая, как бы, это попытка держать государственную монополию на крепкий алкоголь, да? Но ничего с этим правительством никогда не сделано. Тот, кто изучал историю, понимает, что это невозможно просто. Никакие сухие законы, никакая госмонополия на водку невозможна, да. Она нигде, мне кажется, невозможна. Ну, кроме, там, законопослушных народов, типа немецких. Ну, в Беларуси она точно невозможна. Люди специально туда с огонами едут в эту усадьбу, да? Чтоб, как бы, это… И у нас тоже по деревням там, да? А? Крыму. Крыму. Какой контрафакт мы допускаем сами? Да. Китайский и турецкий Gucci, к примеру, да? Девчонки допускают же такие вещи? Одесса? Да. Хорошо. Потому что брендовая, извините меня, она по цене кусача, да? Мы допускаем китайские и турецкие бренды, так называемые, да? Да. Брендовую одежду китайского и турецкого производства, вот так вот скажем, да? Потому что ее можно купить, не знаю, в Zara или там еще. Ладно. А еще? Автомобиль? Ну… Контрафакт на автомобиль покупаешь? Не-не-не-не. Запуском паркировки бренда. А-а-а. Китайская подделка Lexus стоит в восемь раз дешевле, да? Как бы, и там… Ну, ладно, хорошо. А еще? Телефон. 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 Я даже не знаю. А чем вы делали, вы считаете, с тобой там? Киноператство. Да. Одобряли, наверное, да? Потому что, ну, как бы прокат это прокатом, а когда хочется там посмотреть, каждый раз покупать лицензионные диски, извините меня, я русский человек, я не верю в том, что здесь будет авторское право в любви, но я не понимаю, это чумо-авторское право только на кино и музыку. А извините меня о произведении культуры и все такое прочее. А коллекция госфильмов Фонда, которая была, ушла там за рубеж, мы с берега покупаем, да. Однобоко как-то все. Никита Михалков защищает свои права, а там как бы все остальное, там наследие наших режиссеров, да, и автор, оно как-то под вопросом висит. Ладно. Так. Мы говорили с вами про маркировку и контрафакт, да. Вообще интересная идея. Я думаю, что многие алкогольные предпочитают, ну, как сказать, думают, наверное, о вендинговых автоматах. Правда, пока у нас происходит полный вакханалий, и разрешено во дворах ставить алкогит, русалка и все такое прочее, да, и пивнушки. Вот, как бы, ну, не знаю. Это само собой. Это само собой. Вендинги? Нет. Это салфы и... Ну, как тебе сказать... Я при Советском Союзе немножко жил. Я считаю, что это спаивание народа. Это просто уже отсутствие всякой совести. Раньше их не пускали во дворы. Сейчас во дворе можно купить алкоголь. Понимаешь, вот в чем проблема. Раньше было. Не дальше, не ближе от двора, не дальше от школы, не ближе от чего. Они сейчас везде, на каждом шагу. В принципе, ну, ладно, вопрос какой, как бы, да? Вот. А про что это мы? Про вендинг, да? Ну, да, раз снеки продают, напитки продают, фанты, вакхоминерали продают, мне кажется, со временем возникнет и алкоголька, и пиво, через вендинг. Потому что содержать продавца дорого, а как бы, ну, вперед. То есть товары какие-то? Ну, там в нем, по-моему, есть с табачными изделиями, там, по-моему, нельзя продавать, то есть доставлять продукты нельзя. Если ты заказываешь, то, наверное, это уже нелегальный сбор. Ну, вообще, да, у нас очень странная вещь происходит. Табаку не торгуют, но показывать ему нельзя. Ни в кино, ни вот здесь, ни продавцы, типа, тайком открывают какой-то ларек, там еды достают, да? Честно говоря, это такой бред и смешно, как бы, да? То есть, ну, вот осторожнее в этом фильме демонстрируются сцены курения табака. А ничего, что это порнофильм? Мы, как бы, про это там ничего не знаем. Я вот сейчас утрирую, как бы, да? Ну, про остальные ценности. Мат, ругань, убийство и все такое прочее. Ну, вот табака, вот, прям, проблем. Нет, в принципе, наверное, если это элементы госполитики, оно все последует, то оно, наверное, действует правильно. Сперва с табака, потом начнем с алкоголя, потом начнем с сентуру, что не ругаться, потом насилие устраним, да? Ну, просто остальных элементов цепочки не видим. Мы видим только табаку, поэтому это дико исправно, как бы, да? Вот, у меня... Или реклама лекарств по телевизору. Я, теща, я вообще, как-то не понимаю. Я в Советском Союзе живу. Как можно рекламировать лекарства? Как вообще? Ну, вот просто. Купите порубен. Извините, я перебил. Ага. Так. Вот в этом... Вот, кстати, вот ты самый... Почему вот видник не распространяется? Скорее всего, это самая главная основная причина. Он что, паспорт должен показать или фейс? То есть, вендинг в автомате кто угодно может купить за что угодно. Поэтому, раз у нас по табачке, по алкоголе есть возрастной ценз, то вот вендинг... Да. Ну, как только мы все будем с чипами и с пальцами, и все будут идентифицированы. Ну, во-первых, в Китае есть социальная сеть с полной personal ID, с персональной дефекцией. Вот практически по нему не знаю. Там, точнее, здесь... Ну, к этому все идет. Не раз это я говорю. К этому все идет. Как только идентификация гражданина будет полностью обеспечена, вот тогда, наверное, да. Тогда, наверное, да. Я уж не знаю, что там надо вендинг в автомату показать, чтобы разрешить продать, как бы, это, да. Ну, вот, например, да. Содержимое сайта не предназначено для лиц до 18 лет. Подтвердите, что вам есть 18. Пункт подтвердил. И только YouTube, к примеру, и какие-то еще другие, они проводят верификацию. Зайдите, пожалуйста, в свой профиль. И там в профиле указан возраст, да. Ну, то есть, чисто теоретически, если ты правильно указал вонарс в профиле, ты не попадешь на контент сомнительного содержания, да. Ну, это же делает учеников. Заходишь в профиле и меняешь дату рождения, например, да. То есть тоже, как бы, мера вроде бы, но недомера какая-то. Ну, недоделанная. Ну, вот, может быть, надо будет показать паспорт венинговому автомату, чтобы... Но, правда, как это избавить от ситуации, когда ты взял чужой паспорт? Или там, а как папе купить с похмелья бутылку водки? Ну, взять папе паспорт, наверное, да, и там, как бы, вперед... Сынок, с бега я встать не могу, да. Ну, как бы, есть такие отцы, да. Вот. И... Ну, не знаю. Ну, ладно. Значит, мы разобрались, что у нас тормозит бендинг продуктов, на которые установлен возрастной ценз. Но вот если возрастного ценза нет, то, как бы, да. Там, пожалуйста, жвачки, там, не знаю, призыватель... Сейчас, ну, в год, сейчас можно, как бы, какие-нибудь бенды купить, да. Соки. Соки, кстати говоря, шикарная вещь. В торговых центрах, обращайте внимание, наверное, да, стоят аппараты, где можно есть фрукты, свежий кусок, да, там, что-то... Тут 100 рублей и стаканчик, там, нет, какого-то сока, да. Почему у нас этого может не быть здесь? Запросто. Кемпинги точно надо ставить. Правда, он требует постоянного пополнения апельсинами, кого-то, да, и постоянного подключения к электроэнергию. Но есть аккумуляторы, и можно загрузить там апельсин, там, как бы, в душе, да. Не заставлять вендингового агента приезжать к нам в таракань, чтобы апельсин загрузить. Просто, ну, как бы, что-то такое сделать. Это возможно. Это возможно. Почему это не происходит на курортах? Ну, опять же, смотря где, оно происходит. Если заселиться, наверное, в 6+, в Турции, в отель, то там только свежевырослый кусок. А если заселиться в троечку в Турции, не знаю, где-нибудь, да, то там будет разбалуха или юпи растворенный, да. Вот, то есть в нашем случае, скорее всего, надо что-то такое делать. Наверное, видео их надо ставить, как минимум, с какими-то этими. То есть зачем заказывать официанту сок, если можно поставить актану? В чем проблема? Только фрукты загрузи там. Если бы я занимался лейдингом и вот такими какими-то высокомаржинальными, с высоким чеком, это я бы поставил все виды, хоть манго, хоть маракуйя, хоть что хотите. Потому что я могу, ну, допустим, если я соточку там собираю сейчас с апельсина, то, извините, с декольных фруктов, я могу 200, 250, 300 за стаканчик спокойно, да. То есть, как бы, это, понятно, что в Турции это дешево, потому что там, ну, фрукты как бы дешевые, да. А у нас, то, извините, это... Ну, опять, да, как мы крутим. Время. Время или стекло. Может, четвертую сумму добавим какую-нибудь? Продажа товаров через веревую, да? Ну, давайте. И тогда у нас что будет единице измерения? Оборот? Средний чек? Или, не знаю, какое-то количество... Ну, да, на какое-то количество позиций, средний чек этих позиций, да? Или что мы продаем? Давайте мою идею запишем. Соки, а на следующий подумаем раз. Вот так мы поймем, нет? С, В, соков. Нет? Ну, понятно, встанем автомат, да? Вендерик без автомата, наверное, не бывает. Вот идет формирование листа. Все, соки у нас добавили. Что еще добавляем? Что мы через вендерик еще продавать можем? Сныки, да? Это наши вендерики или чьи-то? Мы им предоставляем поляну, чтобы они поставили, да? И продавали. Вот с них, наверное, с оборотом мы что-то возьмем, да? Или сами купим деньги в автомат и будем пополнять, да? Это дополнительные затраты. Дополнительные затраты, согласен, тогда нам надо регулировать бизнес-процесс, кто их обслуживает, кто их пополняет, следит за работоспособностью, чтобы не совалишь ее ненужные, чтобы вытаскивали, что нужно. Кончились Марсы, Снекиусы, все, автомат стал, к примеру, да? То есть нам же как-то надо это сделать. Я... Ну, это не проблема. Это не проблема. Самый главный вопрос – понять, кто пополняет кассеты. Продаем товар через Венинг? Продажа. Так, услуга. А, это даже уже не услуга. Это торговля, ребята, у нас, да? Торговля. А, да, однозначно. Да, да. Почему? Ну, сложно, но... Как тебе сказать? Ты здесь выбираешь между доходом и расходами на обслуживание этого дохода. Дело в том, что если ты выбираешь доходы, виды деятельности, то каждый дополнительный вид деятельности, он разбавляет у тебя накладные расходы. Знаешь, что такое накладные расходы? Вот. Есть же, как бы, прямые операционные расходы по этой услуге, да? Они, вычитанием их из доходов мы получаем маржур. А есть, вот, как бы, наша вот эта вот вся поляна. Ну, к примеру, да? Если, объясню на простом примере. Если у тебя уже стоит две ледяных автомата, под добавки еще двух, тебе, на самом деле, не холодно, не жарко. Потому что у тебя уже человек заряжен на обслуживание этого всего. Так какая разница? У него две подшипки еще единицы там лежат. Тоже разницы нет. А вот, в принципе, ставишь или не ставишь лендинг, это серьезное управленческое решение. Потому что тебе под каждый лендинг надо обшлить, да? Может поставить вообще парк лендинговых автоматов? Всякого всего. Кроме ухи и гриля. Лендинг. Продажа товаров. Лендинг. И не будем там говорить, какие. Аутсорс, да? Если я аутсорс напишу, пандем, понятно? А только мне практиканты пришли и первый раз услышали слово и не запомнили еще его. Как он аутсорсик вот уже это объяснил. А чтобы они запомнили это слово, я их заставил посчитать разницу между аутсорсингом и собственным штатом. Но хуже не запомнили. Ну, я думаю, что на сегодня, да, пока мы паузу, мы еще накидаем сюда доходов. Потому что у нас нет ничего по развлекухе, у нас ничего нет по чему-то, хороводу, ля-ля-ля-ля, там конкурс среди мужиков про гидрова, конкурс среди женщин, высший за ночь габелем. Спасибо за внимание.